Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Домой ходили только поспать часов пять без выходных, без отпусков выжили мы у нас было двенадцать в семье Детей двенадцать, но двое маленькие умерли Десять выросли Отец инвалид Работал с котиком в колхозе Питались что? Дома садили полгектара картошки Картошка В бундирах, картошка без бундир Картошка резаная, картошка Там тертая на терке Картошка там с коноплем С конопляным маслом Кто-нибудь еще такое Жили Ничего не получали родители Самое многое отец получал Килограмм триста пшеницы за год Это было смолотик Это наш хлеб был И жили, мы никогда не слышали Чтобы отец с матерью жаловать Это что за жизнь? Да какая это жизнь? Никогда, ропота не было Жили и жили И мы считали, что мы живем очень хорошо А тогда уже о газетах писали Ну я учился в Торонто В третьем классе Газеты я читал уже, еще в школу не пошел Тядька меня научил там на степи По буквам потихоньку Читал В Америке пишут там Фотографии Дети роются голодные В мусорных ящиках Ну у нас же там дети А мы едим до света всего Ехали бы к нам У нас мы каждый день картошки до света едим Тыкву Мать спекет в русской печи Тыквы такие были Как ее достанет вечером Она сутки в печи стоит Эта тыква-то Целиком Там вот этот запах вообще Лучшего в мире нет Мед Да А другой Когда Жарят на большой сковороде Сковорода большая такая была Мать порежет Картошку пластиками Ну и когда можно было После Рождества Там на саде Какое-то сало там бывает Слиное там И вот внизу они подгореют Такие эти Поджарятся при жарке Это самое вкусное Мы думали Да Сталину нам на каждый день Эти при жарке дают Подяди при жарке Только и ест Мы считали Что вкуснее Ничего нет На этом А морозы были Разве такие морозы были Морозы были Так ворогей летел Раз упал Готов Смотрим Он замерз Мы сидим На печке На печке С мамкой Вдруг Баба Граната разорвалась Или как бомба Разорвалась Это что Она Дом был сделан Так вот Бревна вот так Вот углы Углы трескаются Углы Они как треснут Угол Как граната Баба А сейчас нет этого Ничего Понимаете Сейчас занятия в школе Занятия объявляют по радио Радио было местное радио Вот У каждого в доме там повесили Как из рубероида сделаны Такие тарелки были Вот И объявляют Завтра значит В школе Занятия отменяются В связи с тем Что мороз под 40 градусов О мы рады все Ну а в этот день На коньках там На пруду Все там На лыжах Катаемся Рады Мороз Хороший А сейчас нет таких морозов Ну все меняется Чем это говорит Это потепление Климата там Сколько выбросов там И прочее Что говорится Ну все равно Все так Что об этом Это земля Зима была очень Морозов то не было В этой зиму Никаких Два дня Что-то было там По 30 И все Больше нет ничего А то и были Какие Начинались Никольские морозы Рождественские Крещенские Сретенские Морозы Разные морозы Называли О сейчас придут Подожди Будут сейчас Крещенские морозы Это ой-ой-ой Там Сретенские Еще это Как бы прощание Еще что-то будет Вот Ну снегу всяко бывало Так заметало Другой раз Что можно было С крыши С некоторых домов Кататься Зайдется И не видать там Ничего Особенно там Сарая Что-то Ну Ну вот так Так что Снегу достаточно Тем более Сегодня видите Какая технология Обработки полей Совсем другая Как раньше Сейчас Они вот Стоит допустим Пшеница Ростом Полметра Примерно Комбайн идет Он только собирает Только колоски Поле убрал Если ты так О Что-то поле не убрано Она убранная Все это Стерня такая и стоит Вот сейчас Рядом два поля Игоря И В соседней деревне Там Злудов Тот Поле свое Спахал Осенью А у Игоря Так что Стерня Сейчас Смотри Снег У Игоря Вся эта Стерня Заполнена Снегом А на том поле Как было Там все Сделало Там Снегу Может быть 10 сантиметров Если едет То хорошо Понимаешь Так Посмотрите Никакого нет Никакого нет Хотя Так Ну Что Следующий Наверное Приезд Мой будет Я посмотрю Потому что Носу я Плохо Очень переношу Это уже Носю не спать И очень тяжело Я буду Подгадывать Только приезжать На этом утреннем поезде Там придется Может быть Две Два воскресенья Пропустить Чтобы мне Опять Войти В утренний поезд Вот Ну я Посмотрю По календарю Там Переходит С днем День Значит Следующим Будет там По нечетным Попадет Как-то По нечетным Будет В этом Четным В этом месте По четным идет А в следующем Будет уже По нечетным Ходить Там придется Наверное Два Поэтому Ну я позвоню Наде Старше сестри Она объявит Трупу куда Выставит Ко мне Какие вопросы Есть Да есть вопрос Батюшка Я к вопросу Я хотел подготовить Про Потеряевку Вот у нас День общины И вот 33 года Ну возраст Христа Общины Как вы Что скажете Что можете Сказать На этот счет Батюшка А в смысле А что надо Сказать Ну Слово Такое Есть что-то В этом Или нет Что вот 33 года Все-таки Ваша община Ну и я вхожу Слава Богу Я только благодарение Вознашу Вот что 33 года Господь нас Сохранил При разных Епископах Было Да Сохранил Хотя были Первый был Епископ Мы 11 лет Не могли Никак наладить С ним Контакты Приглашал Приглашал Я сколько раз Нет и нет Ну вот Господь Он услышал По словам Другого Епископа Который Сразу мы Наладили И он К нам Как сказать Благоволит Доброжелательно До подсоски Как говорится Относится Первый Ну и Был я Когда На этот Почти там Концерт Родестинский Вот Меня Костя Довез Мы только Зашли Разъелись Смотрим И Астерей заходит Ну мы прям Встретим О Отец Аким Благословил Игнать Иванович Как здоров Я говорю Да ничего Здоров Ну ладно Все Ну и он Пошел там Проходи Всегда Когда бы не встретился Ну как там у вас Как Игнать Тихонович Спросит Не спрашивай Как у меня здоровье Никогда не спрашивай Как у тебя здоровье А Игнать Иванович Всегда Как здоровье Игнать Тихонович Ну вы на посту Так вас то он видит А Игнать Тихонович Там На посту Вам нельзя болеть Ну вот так Что сказать Общенно Ну Все у нас было Кто Кто-то и ушел Я скажу Что те кто ушли Лучшего ничего Не нашли Не нашли Ничего Лучшего Ни один Кто-то его один сказал Вот я здесь увидел Благочестие Вот здесь Благодать Прямо там Такая Что там Это Ни одного Ни одного Никого нет Вот Никто к вам не приходил Из ушедших И не говорил Батюшка Там такой батюшка Нет Ни один Ни один Никто Я ей говорю Никто Ни один Вот С некоторыми Я там Давай что общаюсь Что так Но я же знаю Какое там Объяснять мне не надо Это Вот Нет ни один А что Вот меня там не любит Кто там Староста Кого-то Не любит Ты начинаешь Зал Да ты люби его О Он от всех любит Прекрасно Да Но у нас же меньше стало Батюшка Все равно Ну и что Ну Может что-то Кто-то в этом видит Что-то Не то Неправильно Что-то у нас Может Ну я не знаю Что Это каждый рассматривает Себя правильно И неправильно В тебе А вот вы ездите Когда далеко Где-то А потом приезжаете И прям С таким энтузиастом Нам Энтузиазм Рассказывайте Как у нас тут хорошо Конечно Я где-нибудь бываю Я бываю В больших храмах Где Я там чувствую себя Как-то придавленным И нет Когда приеду я сюда Или Потеряю Ну Родное Прямо думаю Такой красивый храм У нас Да лучше нашего храма Нигде нет Батюшка Вы для нас родной Вот чем дело Я допустим Говорю здесь Вы слышите Кто стоит сзади Слышит меня Я молитву читаю Понятно нет Понятно Вот в том сзади Стоят которые Понятно Вот я вчера Ходил Помолиться Дмитрия Ростовского Утром на литургию Сочел Как раз Сначала было Ну вот Сейчас хоть часы Я как-то сказал Стали выходить Чест читает часы Посередине храма Понятно Я раз Сказал Там настоятель Как-то был Он читает Там где-то Я ни одного слова Не мог понять Что он читает Какой час Или что там Ну только там Когда живой помощи Стал Понял Ага Вон Ни одного слова Я не мог понять Ни одного Молитва там читается По сугубой кемии Вот здесь молитва Ничего не понятно Потому что далеко Там она И алтарь как бы отдельно Он там по алтарю Раздается А в храме Ничего Не слыхает Ничего Дьякон Что он здесь На аммоне говорит Когда То еще Понятно Что-то говорит А в алтаре Нет Ничего А я А где у нас Все понятно И вот Я оглянулся И даже далеко Нет всего-то Не на виду Все рядышком Стоит Какой Храм Это далеко А там далеко Нигде Там Попробуй Разойдется Когда встретишь Поэтому Цените Так Я скажу так 33 года Господь нас хранил Один А много Или мало Кто ушел Это всегда было Это даже Ну возьмем Любое Первое Община Христа И кто один Отошел Ушел Я пойду Другой Хотел Тоже Уйти Было Было Это всегда было Эта жизнь идет Она это Естественно Человек бывает Что болеет Что-то заразилось Один какой-то Орган отрезает Жизнь дальше продолжается То есть Без этого Это всегда так было Потому в этом нет Ничего Что-то ушел Мало Ну Господь никого Не мог бы Господь сегодня Обратить Все бы соседи Эти Все бы были Верующие Мог Конечно Мог Но он говорит Только что Не говорит Я приведу вас А придите ко мне Все трудающие Придите Господь призывает Придите Вот Поэтому Игорь не надо Что нас мало Там Но Господь не по множеству Будет судить А По тому Как мы жили По заповедям Его или нет Будет судить Он У нас Не по каким-то Уставам А По уставу-то Божьему По закону Божьему Будет судить По заповедям Будет судить Поэтому на это Надо смотреть Сегодня Смотрите Читали Сейчас будет читать Обратите внимание Какое чтение Апостольское было Говорит только О кротости Смирении Любомудрие Долготерпение Терпение Это все качества Должны быть В нас Когда они будут В нас эти То увидимся Так вот А то что Хвалиться Никогда не надо Хвалиться Вот мы не такие У нас уникальные Мы там Это что там Не надо никогда Хвалиться этим Вот Поэтому на это Может даже Лукавые подловить Ты хвалишься На тебе где-нибудь Подножку подставить И полетел Вот За все благодарить Надо Бога А не хвалиться этим Так Ну что Что Считать будете Да Давайте Больше никаких Ко мне вопросов нет То я немного буду Я уезжаю Мне надо Натребую Хотя Спасибо Батюшка Ну у нас же сегодня Как бы праздник Наши общие То есть три года Благословите Давайте Говорили в прошлом воскресенье Ну прошлое Вас не было Поэтому грустно было нам Я сказал все Что я имею Я всегда благодарю Бога Я о себе говорю Что я Допустим Где-то Сейчас бы ставлю В какой-то собор Назначили Там Отец таким Пойдешь Я не смогу Там уже Я Никак не смогу Там быть Где-то Субботок один Допустим Нет Не смогу Уже Как сказать Как сказать Только Квалификации Да я никогда Не имел Я никогда Не привезти Чтобы там Быть Я в этом Привык Так Ну По этому Я помогу Я помогу Надо Чтобы Что-то Было А не Просто Так Как мы Строили Этот Храм Потеряевки Это Сейчас Только вспоминаю Сейчас Начинать Ни за что Не сделать Ни за что Не сделать Как Лес Добывали Как Это Вез Лес Одна Завез На Самосвале Брус Шестиметровый Брус Самосвал Газ 63 Ну Ехал Уже Половина Скорчена Доехала Там Как-то Немножко Поехала И Тряхнула Они Как раз И все Эта Брус Стоишь Ушли Съехал Давай Теперь Грузить Я Один Да Потом Кто-то Подъехал Там Еще Просто Посторонне Ехал Помогли Мне Загрузить На Это Шестиметровая Брус 20 на 20 Неудача Вот так Добавочка А почему Сейчас ты не построишь Сейчас материала Везде Разного Много И доставка Вам Платили Время ушло Время ушло Я смотрю На свой дом На те дома Где планы Кирпичом Кто скажет Так бы Скажет Товарищ Это Не я Делал Нет Я не могу Меня дух строительства покинул А вот так Ну это уже другой вопрос Ничего строить не надо У меня на матушку Он зашел Видать Матушке Кто Надо Что-то делать Ну одну постройку Надо Стало делать Батюка Так еще Вас Если в другие храмы Переводить Вы же начнете Твоекратным Крещением Крестить Еще начнете Спрашивать Как люди живут И кто там Будет Тогда Причащаться Твоекратным Полным погружением У нас в Барнауле Крестят Храмы есть Я знаю Я на богословский храм Там такая Купель Крестят Полным погружением Я не знаю Всех или всех Но я знаю Точно Крестят В других есть храмах Тоже Купель построены Сейчас Строят С купель Мы уже стали строить И Ну Не столько Крестят Крестят Батюшка Так Положа руки На сердце На другие части Поэтому Я думаю Запрещать не будет Если батюшка Кто там будет То запрещать Не будут Не могут Запрещать Сейчас Можно было бы Это сделать Я еще тогда В 86 год Перевели меня В Тюмень И я построил Храм Купель Здесь Ярская церковь Она небольшая Она такая Круглая Там Возле больницы Мы с двоем С отцом Михаилом Были Я сразу Давай Я говорю Да как Это На две недели Только Крещение прекратить Все За две недели А там Предел был Я попросил Мне помогли Яму выкопали Забетанировали Все Я плиткой Обложил На улицу Вывел Трубу Внесом А здесь От ванной Слив Трубкой Зажгнуть Все Стали Мы через две недели Стали крестить Полным погружением Сейчас Я звоню Там Батюшка Я говорю Крестят Ну Крестят полным Но У нас там Нет Мы отправляем В Всесвятскую церковь Кто желает полным То идут туда То есть Сохранилась Эта купель По сей день На ней крестят Разно было Стали люди Даже сами люди Приходят крестить Ну Не оглашенные Скажем Ну Приняли Там Ребенка крестить Давай Значит Вот Покрестил Они между собой Слушай разговаривают Вот что я тебе говорила Там Лена Называют Мы в прошлый раз ходили Вот это крестили В большой церкви Пять рублей тоже заплатили А ему только голову помочили А здесь Посмотри За пять рублей Всего три раза Искупали Даже физическое отношение к этому И то Люди Располагают Лучше Они видят Что это да Там пять рублей отдали Только лоб помочили А здесь за пять рублей Два раза У нас бесплатно У нас бесплатно В мороз Крестятся Ну понятно Но однако А если летом Это сделать Потеряйки Есть пруд святой Нигде Я думаю Нигде Больше такого Святого пруда Нет Каждый год Вода освещается Каждый год Уже в течение Тридцати лет Где еще Такой найдешь Ну Не знаю Где есть Или нет К вам и ездят Да Немножко Но ездят Можно Я так скажу Можно уже не освещать Вода-то Освещенная Каждый год Освещается Благодаря брату вашему Поэтому что Ну Община Община Ну потеряет Уменьшилась Община Дети Дети выросли У нас А здесь Наоборот Раньше у нас было больше детей А сейчас у вас Больше идет У нас У вас-то ладно Что мериться Мы у вас Как-то все Или что Община Не так Поэтому что Дай Бог Чтобы Господь Хранил нас Тридцать три года Если Господу угодно Чтобы еще сохранил Столько Сколько Сам Господь Расположит Ну Желательно Чтобы подольше Нам было Это все Ну вот Следующая Юбилейная Думаете Какая 50 Будет Общине Или так Ну это Я не знаю Если следующих 50 Это что будет Это будет 97 лет Мне Нет Вряд ли Вряд ли Ну и 33 года Надо сказать Илья Муромед Встал В 33 года Развернулся И Пробед И 3 февраля Исполняется 45 лет Как я Священник 3 февраля Вот Рукополал Меня Эпископ Максим Кроха В домашней Церкви Благовещение У меня Домашняя Церковь была Там Ну она Так Престол Стенет Ну может быть Четвертая часть Этой комнаты Это Такая Домашняя Церковь В деприхальном Управлении Где он Жил В 5 часов Утра Начали Рукоположение Там был он Настоятель Собора Протодиакон Анатолий И там Три монахини Пели на кредости Все Больше никого Не было Но я Когда пришел Уже в собор Так 9 часов Пришел в собор Я уже Крестом Священник А настоятель Собора Был Так На меня Поглядел Ну Для деревни Пойдет Рукой Так Махнул Для деревни Пойдет Сейчас Что еще есть Вспоминает Как Он Пророчески Это все Сказал Для деревни Пойдет Вот так Ну Все Давайте Занимайтесь Батюшка Хочу Хочу От себя Лично И от всех Братьев Наши Низкий Вам поклон Батюшка За то Что вы Смогли Это все Как-то Преодолеть И Господу Умолить Вы здесь С нами Вы Во главе Нашей Общины Последняя Инстанция Это вы Понимаете Понимаешь Игорь Поэтому Дай Господи Что вы Заместители Как-то Нам подобрали Вымолили У Господа Есть такое Что Когда Кирилл и Мефодий Продились Игорь Кто-то из них Говорил Мы как два Вала в одной Упряжке Так и мы Брата Мы два Вала в одной Упряжке Ну и Игнатию Тихоновичу Тоже Я-то только что Мой-то тут Только чисто Священнический Что Я Таинство Преподаю Там Исполняю Что требую А остальное Это все Считай Через него Тобой приходит В этом году Было на сколько 17-е крещаемых И все Интернетовские Мое-то Какое Только то Что я Совершил Таинство И все На этом Ну вот Разочарования Нету Покрестить Говорит Можно ни одного Таланта не иметь Иметь только Законное рукоположение А чтобы привести К крещению Надо тысячу Талантов иметь До привести Понимаешь Так Поэтому Так Так уже Было Другой раз Говорят Не похоже Игнати 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 Если бы мы были Одинаков Похожи Друг друг Другом У нас бы Ничего не получилось Вот А Господь Так делает Слово Вот Вот Такой Я такой Татьяна Павловна Стогула Поздравляли Тут Поздравляли Друг друга Она говорит Ой Духовника У меня Так и нет Вот Самый лучший Это Отец Иаким Дай мне Телефон Спрашивает Каждый раз Телефон Не знаю Звонила Дай ей Пускай Да даю я Каждый раз Не звонила Она Все Опять Опять Хочу только С ним Беседовать Больше Ни с кем Он Как скажет Что слово Это всегда Все сбывается Так что Батюшка Видите Что значит Остается Какое Последствие После встречи Потеряет Пересвами Поэтому Все И время Такое Было Время Ни раньше Ни позже Сегодня Если бы Вот так Начали Создать Ничего Сегодня Не создать Нет Не получилось Я все Рассматриваю Не получилось А тогда Было Смотри Порой Занятия Было Больше Стать Человек На занятия Каждый раз Потом Меньше А сейчас Собери занятия Да никто И не придет На занятия Ну Кто-то Может Придет Того Уже не будет Мы однажды Крестили Три священника Ну Было Я не знаю Больше 40 человек По-моему Под 60 Было Крещаем Крестил я Отец Михаил Курочкин И Отец Наум У меня есть фотографии Где-то Мы на втором мостике Туда уходили Там крестили Три священника 91 год 91 год 91 год Как раз С поменанием 91 год Представь Сейчас можно Это сделать Нет Нельзя Допустим Зарегистрировать Общину Было Сейчас Можно Наверное Но будет трудно А тогда Легко Зарегистрировали Все это И то Малое время То, чтобы мы были Как бы зарубежные И это во благо Было Потому что Если бы Так Не было бы Ничего А мы Не то Что какие-то Получилось Это просто Спонтанно Так Что-то Что Никаких не было А потом Встали Вот это Экуменизм Ничего Этого не было Когда переходили И они Были Кто были Организовали Общины Владыка Марк И Ларион Первые Которые приезжали В Сузове было Первое Совещание Собрание Где они Уже Нам грамоты Вызвали Что нас Приняли И эти же самые Были потом Когда В соединении Нас бросить Эти же самые Были Интересно Рассматривать Так Как это Что Или это Заранее было Как-то Рассчитано Не должно быть Как это Спонтанно Я думаю Владыка Марк Меня в 90-м году Пригласил в гости К себе Я вместе Жил у него В монастыре По всей Германии Меня возил По разным приходам Ларион Приглашал Я был в Австралию Лариона Месяц Жил А потом Нас бросили Как будто бы Никогда Нас не знали Ну и все Это Мы остались Живем Живем Молимся Танец Совершается Господь Меня еще Хранит Значит Все Поэтому Больше Нужно благодарения Возносить Богу И все Много лета Батюшка Сколько Господь Да Много лета Общий Не натих Насчет Давайте Исполним Да Много лета Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Содержать Бесполезно Это люди Это люди Но их нету Дальше Которые были Вот Скамейки Вымелись А это К общине Относятся Отстоять в храм Они в любой храм Зайдут Отстоять Но это ничего Не дает Вера Отслышание Не я Батюшка Говорит Я не слышу Он не слышит Хороший слух И он не слышит А в это время Секты Не просто Как-то прислоняются Дворкин Как говорит Каждые две минуты Допустим Обращается Новое Новое И 85% Бывшие Превославные И он Золотом Говорит Если одна Душа Будет Отвращена По твоей Небрежности О Священник Всей твоей жизни Не хватит Расстать А речь О миллионах Вы понимаете Когда начинаешь Об этом думать И на молитве Бог Когда показывает Тебе картину Ты думаешь Отлечего я родился Какой я след оставлю Не просто Наследить А след Чтобы люди Обращались Вот сегодня Только объявили Одно дело Оно к делу Не относится Но оно относится К делу Вы знаете Кто Емельяненко Ну Федор Который Чемпион Бера Ну Боец Бесправый У него Брат есть Александр Тоже борец Александр Большими победами За худой поступок Отсидел Все тело Наколотое И сегодня Верри Принял Официальное Мусульманство И сегодня Только Отзывов Комментарии 2894 И ни одного Положительного А если бы был Буддист Промолчали Если Конпуции принял Промолчали Речь идет Куда он пошел И там он надевает На себя Это одеяние Какое имя Абракадар Там Теперь Другое у него Имя Совсем Означает Отец Множество Как Абрам Вроде бы А то у них Популярное Такое имя Его нету Его и не было Он Сменял Православие Он не был Православным У людей Понятие Православное Что он Иногда Заходил В храм А это Не Православие Православие Это Красота Это Жизнь Это Спасение Своё Других И вот Сегодня Этот Александр Там Показывает Некто Не может Быть Не может Быть И наконец Прямо Показывает Как он Одевается Видимо Обрезание Он Говорит Оттуда Уйдет Что пьянство Было Там Шутки Кончились Любое Вино Любой Экоголь Не считается Кровь Шайтана Кровь Дьявола Кровь Чёрта Рогатого А он Не может Отстать Там он Вылечит В течение Короткого Времени Если Только Он Будет Застат Пьян А он Такой Будет Все Поставлен Крест Это Очень Серьезные Люди С ними Разговаривать Об Их Как Не Придется Муж Звонит Ну Как Ты Там Жена Молоденькие Только Что Поженились По Телефону А телефон Прослушивается А он И говорит Я Рассвожусь С тобой Айша Ну Посмеялись И Все Он Два Раза Сказал Ей Как Куда Вот Мой Дом 23 Нет Такого Здесь Вы По телефону Говорили Уже Все Зафиксировано Это Твоя Жена Была Все И жена Криком Кричит Это Мой Муж Все Разговор Кончен И Теперь Что Теперь Она Может Вернуться Только Тогда К нему Когда Хотя На одну Ночь Будет Чужим Понимаете Условия Какие Это Не Наша Игра Я Сегодня Приду Не Приду Там Не Так Ховы Человека Посмотрели А борода У него 4 Сантиметра А Должна Быть Не Меньше 6 Тот Звонок Пришли У вас Кто Да Вон Умер Подошли Замерили 4 Сантиметра Так Вы Что Молчали Так Сколько 40 Ударов Покойник Лежит Они По 40 Ударов Гломели За каждую Глобу Лосинку И Все С Этими Людьми Шутить Не Приходится Он Не Знает Куда Он Пошел И Молиться За Него Чужой Ему Ничего Не Надо Это Одно Второе Вы Знаете Кто Мещерина Петр Хоть Кто Это Игумен Председатель Всей Молодежи Православия То Очень Знатный Человек И Вот Он Говорит Ходил Молодой Человек Тут Я Вижу Его Нету Нету Неделя Два Месяц Потом Я встречаю В городе А почему Тебя Не Было А я Баптистом Стал Баптистом А чего Ради Вы Проповедовали Здесь Или Нет Я Ходил По Многим Храмам В Москве И Заместить Не Нашел Нигде Где Проповедуется Баптистом Один раз Зашел И Проповедует Хоть Как Но Проповедует Он Я И Подумал Что С Время Проходит Покажи Кто Пришел За это Время Через Тебя Один Который Принимал Крещение Помните Он Начал С чужими Женами И Вылетел Конкретно Покажи Где Плоды Твои Вот Тогда Будет Разговор Какое Отношение Имеет К общине Почему Эти Дети Выскакивают Идут Я Просто Говорю Вот Ну Нету Надежда Дмуха А Константин Здесь Те трое Девчата Здесь У Галины Загуляевы В другом Месте Муж Сменил На Греки Староста Читильники Двое Не ходят Все Тарасия Нету Не под каким А еще Нету Леонида Где Нету Маленькая Вот это Где-то Что-то Вот Она Сидит Это Ее Дочка Предыдущие Две Где Выросу Нету Почему Муж Против Вот Заботиться Надо было Куда Ты Выходишь Замуж Кто Помог Советом Я Сегодня Ну Я Вижу Кто Приходит Кого Тут Я Не могу Сюда Зазвать Я Стою Умоляю Зайди Сюда Чтоб Тебе Потом Не Жалеть Развод Не Предполагается Никаких Вот Только Сейчас Надо Завладеть Кто-то Подходит Нет Дети Стали Когда Учиться В городе Будут Они Ходить Никуда Только Один Человек Позвонил Родителям Столько Мог Столько И Сдел Кто-то На Квартире У него Что Они Плохому Там Научились Передали Другим Опыт Свой Нет Конечно Нет Но Они Еще Ходят А Почему Матери Нет Отец Влияния Не Оказывает И Мы Рады Этому Пока Не Поздно Занимайтесь С этими Людьми Я Говорю О том Чтобы Не Быть Бесплодными Вот И Втихий У нас Был Епископ Мы Его Можем Поминать Только С Положительной Стороны Хотя В Самый Последний Момент Он Такое Написал Вечером Только Разговаривали Когда Речь Шла О Признании Друг Друга А Утром Абсолютно Другое А Почему У Какое Им У У У У Труды Положил И Все Говорил Такое Богатство У У У Диаконы А Диакон У 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 Священники Ни Одного Не Мог Провести Почему Вот Когда Выбирают Кого То Довольно Аксиос Аксиос Достоин А Если Не Достоин Хоть Один Человек 200 Архиереев Будут Крещать А Один Скажет Анаксиос Прекратить Рукополагать Все Развернули Назад Докажи А у Нас Так Рукополагают Его Из Четырех Трое Крещат Анаксиос Все Рукоположат Почему Там Сверху Вот Сейчас Говорили Батюшка Я Касаюсь Остатков Его Слов Вот Дал Господь Такого Метрополита Он Не Просто Метрополит Он Отец Родной Для Нас И Во Время Крещение Когда Шел Крестный Ход Я Маленько Подошел К нему У меня На этой Неделе В пятницу Предполагается Я еще проверю Встреча С ним Идем Мы с книгами Которые у нас Вышли Книги Восемь Томов Книг У нас Будет Разговор Разговор Не Пустой Конечно Мы Очень близки Он Батюшка Каждый раз Обо мне Спрашивает Я говорю Книги Нужны Да Конечно Я Батюшка Его там Где-то Видел Что-то Там Не знаю Куда-то То ли Праздни Но Мне Сказали Я Может Не Расслышу Он Рукополагает Кого-то В Епископ Там Куда Он Поехал Где-то Поэтому Мы Каждый День В молитвах Утренних Поминаем И Патриарха И Все Там Не Здесь Дома Я Молюсь Я молюсь О Папе Римском Франциске О О Старобрященском Корнилии Которые Отошли Здесь Мы Всех Поминаем И Правители Поминаем Не только Своего О Белоруссии Карабаху Где там Той Какого Знаем И дальше Все Правители Мира И Начальствующие Библия Говорит Начальствующим Будет Строгое Взыскание На Суде Божьем Мы Дожди И Это Дело Понять Как Сочувствуем Итак Я О Бифтихе Хочу Сказать Поминайте О молитвах Об упокоении Он Сделал Очень Большое Дело 13 лет Он Нас Серпел Я Ему Это Сказал Видите Как Вот Которые Сейчас Лишили Сана Они Там Я Не знаю В их Положении Я бы По другому Все Сделал Нас Никто Не Спрашивает Здесь Совсем По Другому Определенно Ему Не Нравится Русский Язык И Тихие И он За то Что я Написал Тогда Газеты Кислин Православия Вот Эта книга А до этого Я в университете Агу Вел занятия И газеты Выходили У них 999 Экземпляров Тысяча Почти А вкладыш Они не сказали Сколько вкладыш Я заказываю Сразу 25 тысяч И Клименко Прошу Деньги А дальше Это все Мы распространяем И идем Клименко Владимир Педорович Здесь Нельзя поминается Даже в новом издании Главный редактор Газеты Алтайской За науку Видите Как Господь Это все делает Я многого не знал Еще А теперь Когда до дела Дошло Какую роль Стыграли Эти предметы И Бог И Бог И Бог Этих людей Как на пути Дает Их надо Везде Записать А на нас Тихий Поднялся И дал На пяти Бью Да не худо Дал На три года А русском языке Нигде не разговаривать Ну тут еще Присоединяйся Что о войне Как 23 марта Пришло Мы сразу Начали считать Проходит Короткое время Отец таким Приехал туда Где он есть Архиерей В алтаре Освященник Там и дьякон Сидят на скамейке А вы еще сидите Архиерей Придумал На русском языке За упокой Считать Мертвый А как поймут Русский язык Так а теперь Воззяти напечатали Как братья Лапкины Сумели Переломить Епископа Которым За русский язык Стал Почему Три года Немолчания Это Воззвание Вы три года Молились Вы нигде Не нарушили Что он сказал И когда они Выбирают Человека Какого-то Ну как правило Какие добавят За и против Епископа Когда Саакима Его кандидатура Бала на Епископа Матушка Там в монастырь Идет Хотя на дыне Минасты Меньше будет Вот Понятно К чему дело Идет Но За него Все сто процентов Епископы Проголосовали Что он был Епископом А он не идет И меня Эптехи на вокзале Уже Уговаривают По площадке Ну уговорите Это не его Он лучше знает У нас Не священника Не будет А вы Епископ Вот видите Нас Господь Награждает Как Без всяких Резьянов Подходят люди Которые Заступаются За нас Вот я только Сегодня Которые новости Та взял Чтобы было О чем молиться Вера наша Отслышание Меня Я еще раз говорю Вот Беру Пример Апостол Павел Говорит Подражайте Мне Как я Христу Я сегодня На занятиях Детей Спросил Надежда Сеет Вы живой Можете показать Сестру нашу Во Христе На которую Могли бы смотреть И так поступать Ну давайте Давайте Сейчас Покажите Здесь дети Ваши сидят Дети Интересно Библия говорит Будет такая Скуда Что Семь Женщин Ухватится За одного Мужчину И главное Никого нет Здесь А только Езер на руках Верно И ровно Семь Семь Это человек И она Превышает Всех Мужчин Ну Догадываетесь Девора Человек Другой Национальности Девора Девора Армянка Приняла У нас Ставшая Сестра Православие Крестилась Она Здесь И как Мы пришли К Кустину Она Первый раз К корову Прикоснулась Дарья Дарья Там Не расскажешь И она Делает Работу То Что Я Знаю Готовим К зданию Проповеди Во свете Святой Видеи Это Книги Будут По размеру Внешнему Побольше Маленько И Даже Вот Это Вот 880 Страниц У нас Будет Теперь По 1150 И Будет Примерно 6 Томов И Вот Все Готовить Надо Которые Были Которые Прошли Которые Она Все Это Ведет На Себе Я Утром Встаю Даже Понять Не Могу Она Говорит Пришлой У Генерала Одного Они За нее Беспокоятся И Жена Там Елена И Он Там Владимир Павлович И Тут Друг Батюшка Является Они Думают Куда Там С тех Кто Попал Они Увидели Да Тут Еще Заехал Никита Который Призванный На Прон И Он В Отпуске Был И Тоже Там Встретился Как Господь Делает Это Вы Познакомьтесь С ней По По Нашему Скайпу Где Там Или Где Посмотрите Она Как Была Здесь Во Первых Она Ничего Этого Не Знала Ей Может Быть И Трудно Она Говорит Без Нельзя На Русском Азыче Но Грамматика Там Знаки Это Другой Вопрос Она Не Училась Ни Одного Дня Когда Училась Где Бежать Она Обстановка Такая Была И Она Нашла Ножевала Ночь В Храме Это Биография Это Живой Человек И Она Здесь Была У Нас В Прошлем Году И Была Ее Под Каравулили Она Увидит Что Все Так Она Начинает Никого Даже Не Спрашивать Я Говорю Без Моего Лежения Не Трогай Там Похлопать Надо Помыть Там Поднести Она Везде Как Топор Натащили Острый Под Кровать Она За Матрас Взяла И Нарезе Вертикально Стоит И Ногой Встала Расхватила Ногу На Нижнем Этаже Сидела Перемотали Сколько Быстро Заросло Итак Она Еще Живая Анаит Фамилия Была Ана Это Имя Анаит Аня Ана А теперь Она Девора Я Сказал Бери Имя Это Самая Знатная Женщина В Ветхом Завете Как Самый знатный Не Давид Ездра Который Три книги Его Ездра Книги Ветхого Совета Он Собрал Ездра Мы бы Не имели Его Весь Народ Вывел Из плена С ними Устроили Всемирный Развод За ним Ни одного Плохого Дела Нет А у Давида Два Смертных Приговора Ему Надо Но Господь Пощадил 150 Солмов Подражайте Мне Павел Говорит Павел Подражайте Считайте Счастье Его Послание Какие были Гонения И дальше В опасности Это лжебратья У нас Тревожная Автономка По Теряевке Когда люди Уезжают А по Теряевке Никто Продать Не может Дома Хоть какой Он дом Будет У него Он не может Продать А кому Продать Он Говорит Я дал Объявление По району Ну Не Прошла Кто По Теряевку А там Где Работа Да нету Надо построить Завести Скотину А скотина Это для нее Корм Надо Никого Нету Они Уезжают Дома Бросают А я Это Вижу Справедливо Это Я Обращаюсь Давай Я куплю Этот дом Сколько Он стоит Ну Стали Договорились Конечно Никаких Документов Нету У него Хоть Выехать Есть На что Я Покупаю Один Дом Приезжает Другой Запился Ему Сказали Выезжай Отсюда Нарушает Это А теперь Кто Приезжает Новая В эти Дома Нашелся Человек Который Переезжает Сюда Я Ему Сразу Дом Подарил Куплено Все Дарится И Сейчас Куплено Мною Дом Не Отбивают Потому Документа Нету Они Подставную Фигуру Теперь Поставили И Где Мужчина Там Все Подготовлено Было Сколько Там Был Посмотри Как Было И Уже Полностью Все Сделали И Туда Не Заходи И Еще Нельзя Сделать Почему Документа Нет Они Там Что Сделали Поставили Там Подставную Фигуру Будто А тот И Приедет Это Дом До Зимы Не Годится В Этот Дом Я Стены Все Выложил Когда Строил Тот Человек А Жил Там Брат Дом Второй Этаж Полностью Не Трогали Здесь Стены Выложил Пол Печи Крыши Это Все Моя Работа И Я Ничего Нет Это Сейчас И Те Которые Называются Верующими А Что Можно Сделать Радоваться Я Знаю Такой Выход Я Радуюсь И Нет Слова Которому Меня Не Позорят Они Все Сделали Вопреки Совести И Притом Человек Который Делает Мы Двоем С Батюшкой Когда он Строился Подарили Миллион Ну Есть Чувство Благодарности Этого Ничего Нет А почему Другой Веры Другой Веры Это Сегодня Сейчас Просьба Вам Не надо Никакие Имена Помолиться Об этом Чтобы Вот Эта Радость Моя Не Прекращалась Это Награда От Бога Понимаете Все Земное У меня Ушло Туда Я Внезапно Сделался Еще Богаще И Вот Я Сейчас Готовим Проповеди Которые Я Сказал Примерно Шесть Томов Для Нам Не Потянуть Уже Подсчет Показывает Примерно Требуется 9,5 Миллионов Миллионов А у меня Минимальная Пенсия Вот эти Вот книги Которые Я издал На сегодняшние Деньги На сегодняшние 55 миллионов Тогда не было У нас Интернетов Сообществ Я нигде Не могу Как я их Издал Посидеть Понять Не могу Но 75% Мы Бесплатно Раздали Библиотеки Здесь Библиотек Из этих Книги Тоже Приходил Я показывал В прошлый раз Итак Тоже Помолитесь Как знать Все проповеди Выискивают Еще нашли Там 120 Проповедей Моих Которые Нигде Не Вошли А в интернете Они стоят Это книги Которые Жизнь Будет давать Людям Ну А как Вы смотрите Ну и сегодня Она зашла И говорит А такая Ревностная Христианка Приезжала Здесь была И говорит Я одно время Слушала Осипа А потом Вижу Он говорил От проповедь До одной Буху Перепечатанная От кого Это Для чего Она Я слышала Такое-то Там Самое популярное Сегодня Священие Где-то Вижу И там Не так Не тут И когда Встретились Она приехала Сюда Проверить Я увидела Живу Так Как говорят Я впервые Встретила Другого нет И она И она И поступает Он Он Эти слова Которые Я сказал Сказал Макарий Александритский Он Не знает Ничего Этого И сразу Везде Это он Это на меня И там Ни по возрасту Не подходят Я показал Они нарушают Сразу 164 Места Библии Которые Удерживают Человека Быть Другим Хотя бы Элементарное Чувство Уважение Ни к чему Нет И однажды Человек Произнес Живя Потерявки Я знаю Пути Как уничтожить Потерявку Это уже Даже не сумасшествие Это 7 Злейших Ходят Ничего Мне Одновременно Нельзя Говорить Нынче Он Два Раза Подумал На меня Человек Один Там Есть Еще В уголовном Порядке И суд Отказывает Прокуртура Отказывает Он Еще Еще Подает К батюшке Подошли Которые Там Милисты Говорят А кто Это у вас Такое А батюшка Когда сказал Что Они так И взахались Это Родственник Ваш Они Пришли Такое Недоумение Для нас Это награда Это Девятое Блаженство И поэтому Да благословит Господь Мы можем Простить Только Откроем Истину И чтобы Они Спасены Проповедуются Все время Его Именно Ничего Не надо Господи Ты знаешь Гонители Которые Отняли Дом И теперь Володин Там Дом Он Куплен Те Которые Уехали Документы Которые Создали Куда Там В район Они Не вернулись И матушка Полына Взяла И они Сейчас Бьют Под этот Дом А он Там Прописан Чтобы Володю Выбросить Я не Прописан Да Вот Такое Вот То есть Такое Безумие Ну Если Вот Куда Ушел Этот Емельяненко И у них К утру Человек Этого Не было Бо Когда У нас Был Один Милиционер И там Я Написал А Столбы Ставили Ну Те Люди Столбы Ну И Разговаривались Как-то Откуда Я Вы Столбы Нам Давайте А мы Что-то Дадим Они На Бетонные А Дерянные Бросали И Когда Они Узнали Утопим И Все На Болоте Сам Утонул Я Говорю Что Вы Говорите А Вон Мой Подполковник Милиции На В отпуске На Пенсии Был Какие Гадости Писал Я Приехал Прокурор Он Показывает Такая Пачка От него Что Мы Образовали Военное Сообщество Шанель Раздал И Он Отделяется От Государства Прокурор Риферт Был Юрий Он Даже Внимание Не Обратил Это Человек Такие Пакости Делал У него Знакомый Начальник Увд Алтайского Край Чернев Кажется Генерал Лейтенант И Он Однажды Сказал У 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 Неделя Не Прошла Второго У 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 До этого не обнаружили А тут сразу Обнаружилось И так что Эти люди Самое страшное Что все это Отразится на их Детях И спасти Невозможно Дети будут Расхлебывать Вот все то Что они изрыгают Нет той Мерзости Которую Они на меня Не выливают Просто Я не знаю Другой раз Оборачивались Степаненко Этот Максим Говорит Я гляжу Про кого они говорят Такая же ситуация Да я не такой Он говорит Главное что Свои грехи Возложить на другого Ему так будет Он не знает Что я молюсь И днем И ночью И поминаю Слава Господа За что мне Такая награда Они мне Такую радость Дают Она трудно Даже переносимая Я смертный человек Все болит У меня болезни не было Ну две только С летальным исходом Могли быть У меня все затихает И затихает А А этих Больше и больше Больше отнимают Почему Велика награда Помолите Чтобы эта радость Во мне росла непрерывно Помогите Мы за них молимся И благодарим Бога Им выпал такой жребий Крести золотые венцы Все брат Это я говорю к общине Батюшка сказал Что я говорю Что только А то правильно Обратить человека Это Гаврия Златоуз Говорит Ну же тысячи талантов А покрестить Ни одного не надо Будь священником И все Ну как Бог сделал нас Как говорят Это Моисей А Ром На одной плешке Это Бог так не делает У нас тоже бывает Так мы с батюшкой поговорим Еще ушел он где-то Я говорю Ну что что там От этого Можем было Какая-то мера Да Батюшка любит Идти я говорю По уголькам Когда уже сгорело А я люблю Предупрещать пожары Чтобы его не было Упреждающий удар Выигрывает тот Кто стреляет первым Есть такая статья А как стреляет Обратить его Стрелой любви Мы вооружены Кефесянам говорится В правой и левой руке А что это в правой Библии открыты Одной рукой Ты не будешь искать где И вот это Мы все имеем И сколько новых душ В интернете пришло Я даже не могу сказать Доктор богословия Павел Бачков Доктор богословия Близко знаком Он говорит Вы Противените Как угодно Но тысячи людей Которые пришли В православие В патриархию Вы куда денете И сразу Как высек Так что у меня встреча Если Господь благословит На этой неделе Я еще перезвоню Он вернется Когда мы с книгами пойдем Ну и думаю Что Как всегда Все книги я подготовил Но это надо Распечатывать еще Писел православию Видите какой труд Здесь заложен Все у меня Вопросы Прости Христос Многое лето вам Поздравие Скажи Вопросы ко мне Есть какие-то Община Вот пока держится на этом Молодежь Которая есть Старайтесь Больше вести Они не нуждаются Делами общины Совершенно Так Да выкрутил Выкрутил Отключилось Я почему хотел ответить Батюшкин ближайший друг И нам он не враг Отец Ван Суворов Тула Позвонит Я уже знаю еще Хотел поздравить вас Это батюшка ему Поблагодарить Он не туда нажал Видимо Очередневый раз Леш Мне надо пять раз Надо нажать Чтобы заговорил Вот первую Помолите Что Дайте вон Лене Соедини Лена Соедини Все-все-все Алло Доброе утро Доброе утро Отец Ван Обращение Канна И Сулы Я узнал У вас сегодня 33 года В вашей общине Да Да батюшка Да так именно Позвольте вас Поздравить С этой Датой 33 года Очень совет Уже срок Пожелать Не только вам Все вашей общине Парагульской Словами Апостола Павла Колосси Нам сегодня По-моему он говорит Во что нам нужно Одесса Милосердие Благость Мудрее Кротость Долготерпение Ну а вообще все Любовь Что все эти Додеяния души Были Ваши Прихожим Ваши Общение В вас И во мне тоже Чтобы вы были Действительно Христовы Служители Спаси Христос 33 года Жить Христа Так что Христос 33 года Был казнен Мы подошли К Голгофе Да Да Слава Иисусу Отец Заходите на наши ресурсы Там это будет все Собрание Тут как батюшка выступал Как вы звонили Все будет видно Нет Скайп 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 Ты заходил там На канале На канале На канал надо зайти Не пойму На ютубе На ютубе На ютубе На ютубе На ютубе На ютубе А в ютубе Я вас нахожу Иногда смотрю Ну так Перейди туда Попроси Который помогал Школьник Там Чтобы по скайпу Готовый будешь получать Каждый день Два ролика Минимум Ну Каждый день Некогда их смотреть Ну А это Некогда смотреть Я так найду вас Когда он выйдет В ваш ютубе Ваш ролик будет Через неделю Потому что сегодня Только в администрацию Отправляем Ага Через неделю Да Через неделю Думаю Думаю Да Так я Мы каждый день Каждый день Молимся о вас О Павле Зинаиде Которые помогали Миссионерскому путешествию Аллилуйя Все С Богом Благослови нас С Богом Хорошо И сейчас Благослови нас По эфиру Благослови Нас всех А Бог вас благословит Храни вы Господь Матерь Божия Все Вот это и нужно Все Обнимаем Спаси Христос А если бы чужой Я посмотрел Только закрыл За одну ночь Така была 41 звонок С угрозами Какой мерзости Не пишут Только И когда я выхожу Вот На какие-то Комментарии идут Думаю Нет Людей нету Как будто Все в демонов Превратилось Такую мерзость Пишут Даже высказать нельзя И при том Люди незнакомые Не знают Его Раньше Фамилия была Счастье Ткнешь Тогда видно Там какой-то Щучило стоит Или что-то Сатанисты Господь милый Так Это мой телефон Такой Это вот Сестра Помогла мне Так Не больше Сколько он стоит Такой Сказала 250 рублей Примерно Да он так и стоит Сам не звоню Звонки по выбору Если Вызвал Один и то же Я снова закрываю Надежда Надежда Васильевна Имеет слово Он сказал Что Покажите нам Человека На которого Можно Обратить внимание Пример Взять Я хочу сказать Елена Гладычук Которая Больше всех Помогает Молода Еще И Такая Астинная Все Пока Хватит Я Переспрошу Еще Надежда Астинна Предлагает Обращать Внимание На Сестру Елену Не обращайте Внимание Ладно Я теперь Теперь уже Дальше В продолжении Наших дней Тут все Вспомнили Об общине Хотел Хотел Всех Поблагодарить За молитвы О чадах Которые у нас В интернет Содружестве Вот люди Как-то Собрались Я Все время Как сейчас Вчера было Много Ну их детей Ну порядка 20 человек Ну не всегда 20 выходит 38 вообще Всего участников Ну то есть Предположительно Это 38 семей Представляете Это Я даже И не ожидал Что там Такое количество Будет Люди смотрят Пока что Я сказал Если что-то будет Вы выходите Вот вышел Один брат И говорит Расскажите детям Как правильно Ходить в церковь Вот интересно Было бы Кого-нибудь Из детей С собой взять И чтобы она Там рассказала Потому что Как дети там В церковь ходят Вот они ходят У нас Ну как Какие есть Так и ходят Что я могу сказать Я сказал Если вы поможете Если у вас будет На русском языке Чего-нибудь Там В храме Будет полегче А если один церковь На славянский Знаете Я уже Не понимаю Как Ну что у нас Та русский язык Они удивляются Тоже На нас Смотрят люди Люди-то смотрят На общину Игнатих Значит Первый их встречает А потом Им интересно За Игнатих На чем-то Кто-то стоит Кто-то стоит Или нет Смотрят Вот там В платках И дети У них Даже странно Они только видят Одного Игнатих Сейчас сначала А когда узнают Что община Еще целая Ну тут Понятно Что Господь Как собрал Непонятно И как Они своих детей На меня Главное Доверили мне Это все Попросили меня Чтоб я у них Занятия вел Ну Я не скажу Что я таким Большим успехом Пользовался У нас в общине Ну да Говорили там Ведет занятия И все Ну а потом Как бы Шишел мышел Пошел вышел Ну все А там Как-то люди Не знаю Я говорю Вы Два раза встречался С родителями Я говорю Вы точно Хотите Чтоб я вел Они Ну да Конечно Желание Такое И дети Главное Подобрались Все Такого возраста Ну там Есть и 7 летние Ну Двое Может А так 9 лет 12 До 15 лет Тут вот Вышли еще Такие 14 летние Девчонки Даже Сидят пока Слушают 11 часов Все Давайте Закончим Сейчас Занятия не будет Наверное Почему не будет Будет Давай Это уже 11 Почти Часов Давайте Давайте Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Рейх Соблаженную И пренепорочную И Мати Бога Нашего Честнейшую Херубин И Славнейшую Без Сравнение Серафим Без Истление Бога Слова Родшую Сущую Священники Суды Правды Твоей Тебе Хвала Что за гробом Нет покаяния Приемлемого Тобою Дабы Это покаяние Они принесли Здесь На этой земле За все Тебе слава Честь И поклонения Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушают И Дослышат Рабы Твои Голос Твой Аминь Аминь Вот сегодня Сестра Принесла Вот такую Надпись Смотрите Надпись Это делала Сестра Она болеет И может Не вернется Никогда Польгу Надежда Ивановна А это Не ее Это новая Сестра Все молчат И она Подарок Сделала Надпись К сегодняшнему Дню Так Володя За тобой Задача Стоит Она посмотрела И говорит Вон там Где Сикстинская Мадонна И вот так Вот Может Я почему Подумал Она Лучше Может Была Выше Ее Делать Нет Значит Здесь Володя Сделает Еще Не успели Мы сегодня Поговорить О болезнях Но Мер Передали И два Имени Галина Николаевна Отек Написали Что аллергия Скорее всего Это Вирусная Конюнфирия И вторая Валентина Павловна Кашель Беспокоит Татьяна Казмична Не знаю Надо узнать Она в деревне У сына У сына Дед Ну да Мы поняли Поняли Принято 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 Ну а что не сказал Принято Кашель 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 Никакой